Праздник Успения Пресвятой Богородицы и одновременно престольное торжество отметили в Пюхтицком Успенском монастыре в Эстонии. Множество паломников собралось сюда на божественную литургию и крестный ход, так что часть богослужения даже проходила под открытым небом. С особой торжественностью и великолепием при большом стечении народа от мала до велика праздновала Пюхтинская обитель свой престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы. С раннего утра, несмотря на то, что это был вторник рабочий день, в гости к Божьей Матери, на Святую Гору шли и шли люди, прихожане, паломники, туристы, люди самых разных рангов и социальных слоев, прибывшие не только из разных уголков Эстонии, но и других стран. Автостоянки и окрестные дороги были заполнены припаркованными автобусами и машинами. Успенский собор был украшен живыми цветами. Также и многие иконы были обрамлены изумительного узора и красоты венками из живых цветов. Храм был переполнен, но далеко не всем пришедшие смогли втиснуться сюда, столь много было народу. Божественную литургию, начавшуюся под открытым небом перед Успенским собором, а затем продолжившуюся в Успенском соборе, возглавил митрополит Таллинская и всея Эстонии Корнилий в служении епископа Нарского и Причудского Лазаря и многочисленного духовенства, как клириков Пюхтинского женского монастыря и других эстонских приходов, так и гостей священников, прибывших из России. И литургия была поистине божественной. Столь же божественным было и пение хора пюхтинских сестер. После божественной литургии состоялся крестный ход к святому источнику, где, по свидетельству Соленецкой летописи, в XVI веке эстонский пастух наблюдал знамение, явление Пресвятой Богородицы. Здесь же, поблизости, на высоком холме, в дубовой роще и была обретена чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы, которая и поныне находится в Успенском соборе и которая, по сути дела, дала жизнь Успенской обители. Участие в крестном ходе смогли принять все желающие. Живая людская река протянулась на многие десятки метров. Казалось, ей нет конца. Тысячи и тысячи людей шли по Святой Земле. Во время крестного хода пролился дождь. По-видимому, таким образом Матерь Божия смывала с нас наши грехи. У святого источника был отслужен водосвятый молебень, после чего всех окропили святой водой. На обратном пути каждый участник крестного хода старался, согласно древнему обычаю, наклонившись пройти под иконами. Но далеко не всем это удавалось. Уж очень много было желающих, да и в эту живую людскую цепочку необходимо было становиться по одному человеку. Нынче крестный ход к святому источнику продлился крестным ходом вокруг Успенского собора. В завершение этих двух крестных ходов был отслужен благодарственный молебень перед Успенским собором. Затем епископ Лазарь поздравил всех с престольным праздником, пожелав помощи Божией и заступничества при святой Богородице.